Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы продолжаем разговаривать о топ-5 худших и топ-5 наилучших машин на своем уровне. Конечно, будем говорить только о премиумных машинах. Если такая часть видеороликов зайдет, то можно в принципе будет делать и по обычным машинам. Сегодня у нас на повестке дня будет шестой уровень и мы поговорим о топ-5 лучших машинах. Меня многие в прошлые видеоролики писали мне такие комментарии и, так сказать, подстегивали, что я не смотрел стоимость снаряда. В сегодняшнем видео я это избравил и сделал немного поправки, но тоже вам скажу, что если бы больше всех фармил всегда танк, у которого самый дешевый снаряд, то все вопросы бы давно отпали бы, а так нет. Сегодня мы поговорим об этих топ-5 машин, кому они подойдут, кому нет и, к сожалению, да, топ выстроен не так, как я хотел, но я не могу ничего с этим поделать. Статистика есть статистика, мне всего лишь придется только вам ее передать, ну и немножко я их по местам расставил. Где-то места будут очень спорные, а в принципе где-то вполне себе законные. Поэтому, если вы кушаете, то приятного аппетита и, в принципе, вам тоже приятного просмотра. Ну и на пятом месте у нас, как вы могли подумать, расположился мой любимый премиум танк на шестом уровне. Да, практически самый любимый танк в игре это Type 64. Это китайский легкий премиум танк, который обладает хорошей динамикой разгона в особенности, потому что максималка здесь достигает 72 километра с половиной. Ну этого не особо заметно, но просто когда ты едешь с горки, ты прям вообще очень жестко можешь набрать. Да и вообще, то есть по динамике вопросов нет. Может как для ЛТ 24 километра с половиной не очень, точнее лошадиных сил на тонну не очень. Но, в принципе, максималка свое делает и танк по мобильности вообще один из лучших на своем уровне. Обзор 390, я считаю, это очень-очень хороший, потому что на шестом уровне обладать обзором 390 даже для ЛТ это, в принципе, честь, понимаете? Ну и самое главное, что у данного танка есть, это, конечно, все понятно, это орудие. Если бы не было орудия, Type 64 не обладал тем, чем он может обладать, так сказать. Пускай у него бронепробитие 128, да, хотя для ЛТ на шестом уровне это нормально. У некоторых СТ столько нету и 177 голдой. Голда здесь летает, в принципе, как я считаю, быстро и это подкалиберы. Подкалиберы, по своей сути, должны летать быстро. Скорость их составляет 990. Для шестого уровня это неплохо, но стоят они 2800 дорого. Основные снаряды стоят 94 и, сами понимаете, если катать только на ББ, то можно прям очень сильно фармить, при этом подсвечивать. Вообще, я считаю Type 64 лучшим танком, премиумным на своем уровне. Ну и тем, кто хочет поднимать ВН-8, вот данный танк, кстати, тоже очень в плюс. Здесь высокий ДПМ. Комфорт на сведение огня, в принципе, хороший. Но, может быть, точность подводит. Ну и УВН, пушка на 10 градусов вниз. Врани, конечно, как таковой нету, но по всем остальным параметрам танк, в принципе, неплох. И я его советую всем, даже новичкам. Когда ЛТ ребалансили, вот Type 64 остался такой, как он остался. То есть, его не тронули, а ЛТ подняли на уровень выше, а ТТХ не сильно задрали. Поэтому Type 64 очень-очень себя комфортно чувствует на своем уровне. А по идее, он должен быть, если бы, как и со всеми ЛТ сделали, на седьмом. С немного улучшенными ТТХ. Но это совсем другое дело играть с девятками. Поэтому пятое место у нас вот такое. На четвертом месте у нас расположился, многие могут удивиться, это Т34-85М. Ну, серьезно. В данном топе будет и другая Т34-85, вы уже понимаете, почему. Но для меня это немного остается загадкой. Потому что, все-таки, если посмотреть в статистику, то у Рудия, да, там получше и процент побед, и, в принципе, средний урон. Но, если посмотреть по ТТХ, то Т34-85М, у него, как бы, и броня получше, чтобы вы понимали. Верхний вот бронелист, который с приведенкой, он там составляет где-то 150 мм. То есть, это вот такие вот цифры. У того же Рудика 90. То есть, пробивается он пятерками свободно. А Т34-85М уже не так. Ну, как бы, М, Т34-85М, он больше такой, ну, более крепкая, да, машина. Не для всех подойдет. Ну, и по ДПМу тоже он превосходит. Конечно, стабилизации, что там, что там, кот наплакал. Но, все равно. То есть, вот такие вот незначительные отличия есть. По мобильности, вот, допустим, у Т34-85М удельная мощность 15 и 15 лошадиных сил на тонну. А у Рудика 15 и 39. 53 максималка и 20 назад у М-ки и у Рудика 54-20. То есть, в принципе, по мобильности это один и тот же танк. Один и тот же. Но вот по орудию немножко М-ка выигрует и по броне. То есть, а Рудик повыше в этом топе. Будет сорян, то, что я уже назвал, но все-таки так. Для меня это немного непонятно. Вроде бы по ТТХ танк лучше и многие блогеры тоже меня поддерживают. Но, почему-то, орудий выше. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какая-то магия есть. Может, собака здесь выручает. Честно говоря, не знаю. Но, что другое, что... Не знаю. Что М-ку, что Рудика. Я всем рекомендую. Танк очень может неплохо фармить. Основные снаряды с Альфой в 180 стоит 175. Это недорого. Голдовый 3200, конечно. Но там и пробитие 194. Короче, и Рудик, и Т-34-85М это реально годные машины на своем уровне. Которые могут и фармить хорошо, и, в принципе, нагибать. Поэтому четвертое место у нас такое. Третье место у нас расположился. Там, в принципе, собрат такой английский. Это Кромвель-Б. Берлинский Кромвель. Из этой тройки там всегда Рудик был. Кромвель и ИС второй. Но сейчас немножко поменялось. Хотя я уже, честно говоря, не помню. Но я точно помню то, что постоянно и Руды в продаже был, и Кромвель-Б. И у игроков всегда возникал вопрос. Что же покупать? Ну и теперь вопрос отпал. Потому что Руди будет повыше. Кромвель-Б. Что у нас здесь из сильных сторон? Конечно, это мобильность. Хоть это ИСТ, но, в принципе, на нем нужно играть как на ЛТ. Но особо, правда, по обзору у нас не ЛТ, а на 380. По мобильности. Здесь удельная мощность 23 и 19. И максималка 64 вперед и 20 назад. То есть он очень быстрый. По броне, ну, в принципе, мы как ЛТ. По бронь пробитию. Здесь, что интересно, альфа меньше, чем у совета. Но пробития голдой 202 больше. То есть вот так. Ну, здесь нужно понимать то, что подкалибер премиум. Он, конечно, иногда будет вносить свои небольшие карактеровки. Основной снаряд стоит 100 серебра. Это, в принципе, дешево. Летает у него очень быстро. 785. Голдову уже получше. Почти 1000 и стоит 2800. То есть кроме Вильбе, это такой вот быстрый вариант снайпера с очень комфортным, как я считаю, орудием. Потому что 0.36 точность при 100% экипаже и 2.3 сведения. Вы понимаете то, что это все можно раскачать и сделать где-то 0.34, вообще 0.33. Ну, смотря с чем вы будете катать. И сведения получше. ДПМ тоже прекрасно мазовый. 2.100 практически. И опять-таки это можно все раскачивать. То есть танк по всем показателям очень хорош. Единственное, наверное, чтобы я сказал, то что танк не самых маленьких размеров, хоть он и весит всего 28 тонн, да. Но вот маскировка у него не самая хорошая. Потому что, ну, рили большой. И вообще те, кто качает экипаж сейчас на, допустим, английский СТ, кто там у нас, Центурион, ActionX. Вот кроме Вильбы, это идеальный вариант для того, чтобы пофармить на экипаж. То есть реально годная машина, которую опять-таки можно фармить. И можно, в принципе, и ВН-8 бустить, да и вообще. Все премы, которые есть в этом топе, они реально очень годные. Но нельзя забывать то, что здесь нет брони и нету, как таковой, вот знаете, супер точности, супер времени сведения и стабилизации. То есть приходится немножко постоять, хоть танки комфортные, но все равно, чем больше стоишь, тем больше получаешь. Ну и комфортную ВН как бы вам в подарок. На втором месте, ну сейчас опять удивятся, это КВ-2 премиумный. Уже вроде бы думали, ну вот понятно то, что Рудый будет на первом месте, мы это разберем. Но КВ-2 на втором. Я лично думал то, что, ну, КВ-2 будет скорее всего на первом. Но оказалось нет. У него хуже и средний урон по уровню, ну по средним показателям, короче, по уровню. И хуже процент побед, чем у Рудика. То есть Рудик вообще полный победитель там по всем показателям. Что у нас на КВ-2? Ну, в принципе, все знают и называть здесь то, что у нас 152-мм орудие, это было бы, ну, лишним. Потому что все это знают. Конечно, КВ-2 славится тем, что у него хороший-хороший фугас. И в нынешнее время, я считаю, он сейчас станет очень актуальный, если его выкатят в продажу. А я уверен то, что он в скором времени опять появится в продажу, когда ребаланснут фугасы. Этот танк останется неприкосновенный. То есть его оставят таким, каким он есть. И в этом теперь будет смысл покупать КВ-2 премиум, но потому что обычный он станет немножко по-другому. Но КВ-2 вот останется такой, какой он есть. То есть в этом его и будет главная фишка. У нас у КВ-2 никогда не было сверх брони. Всегда был донный обзор в 330. Всегда нас высвечивали со всех сторон. И мы вплотную не могли видеть. И мобильности как таковой нет. Удельная мощность долгая. Ну, такая слабенькая, не долгая, а слабенькая. Но КВ-2 всегда любили за то, что он мог дать очень жесткую и большую затычку. И мог борща забрать там на 900, да, и на 950 практически по 1000 вылетало, если фугасом пробивали. И какой смысл здесь стрелять ББшками в 110, когда фугас 86 пробивает. То есть, конечно, сейчас есть смысл, но все равно. КВ-2 это, конечно, ну, блин, имбовый танк. Имбовый, что уж говорить. Ну и мы делали, кстати, топ, и КВ-2 не вошел в самые косые танки, вы понимаете? То есть, он был там где-то на пятом, на четвертом месте. То есть, это не самый косой танк. Поэтому, шутки про то, что КВ-2 косое орудие, конечно, это, ну, ну, это правильно, но это далеко не самое косое орудие. По стоимости снарядов, здесь основной снаряд 725 ББшка стоит, но это не многих интересует. Голдовый снаряд стоит 4800, очень дорого, поэтому я не вижу смысла его возить. А вот фугас стоит 810. И летает, конечно, он 525, это очень медленно. Но в то же время и ББшка столько летает, да и голдовая тоже. Поэтому здесь вот так. Фармить можно на КВ-2, но не мне вам рассказывать. И КВ-2 любят совсем другие дела, и не за точность, и не за все, за то, что он может реально треснуть и дать. Ну и первое место уже все догадались, я уже к этому подводил 300 раз. Это Т-34-85 Рудый. Рыжий, не знаю, рыжий, как угодно. Почему он? Ну, потому что танк реально очень хорошо сбалансирован. То есть, вопросов по этому ноль. Мне единственное непонятно, почему МК ниже. Все-таки у Рудия чуть-чуть хуже показателей по ДПМу, по броне. По броне действительно хуже, там 60 мм в разнице, если считать приведенку. Мне немножко это непонятно. Но по всем остальным параметрам, это в принципе та же Т-34-85, как обычная, да, с небольшими изменениями. То есть, знаете, этот танк реально подойдет тем, кто вот хочет себе что-то такое на шестом уровне, на котором можно играть, особо не задумываясь расслабляться. Вот это реально тот танк, на котором даже можно фармить. При желании, в принципе, за неплохие бои, где-то от 25 до 45 тысяч чистыми можно увозить. Поэтому, в принципе, все в ваших руках. И фармить можно неплохо. Если вы задумываетесь о покупке какого-либо према на шестом уровне, то из этого топа реально все годные машины. И если вы фанат вообще Т-34-85, вы прошли ее и прям вообще вам это зашло, то купите и либо же Рудия, либо МК. Реально, не пожалейте, танк этот и тот годный. Даже МК, наверное, будет получше, хотя в топе Рудик повыше. И, в принципе, чего-то нового я рассказать о нем не могу. Ну, единственное, то, что сейчас функция добавилась, вы теперь можете сделать его полякам. Насколько я знаю, это из-за фильма «Четыре танкиста и собака». Вот. Потому что там... Ну, не то, что из-за фильма. Насколько я знаю, то, что этот танк вообще связан с польскими войсками. Честно, я особо не вникал в это, мне, может быть, и стыдно. Но, честно, я какого-то большого интереса в этом не испытываю. Поэтому вот так. Вот такой вот топ, ребят. Я не знаю, согласны вы с этим или нет, но места распределились следующим образом. Конечно, я понимаю то, что два према одинаковых можно было запихнуть на одну позицию. Но я только опирался на статистику. Можно было бы занести какой-нибудь другой там СТРВ, допустим, Шкода Т-40. Или, может быть, ваш какой-то другой любимый прем. Но, к сожалению, ребят, пока так. На сегодня у меня все. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Смотрите новые гайды, приходите на стримы. Стримы у нас на регулярной основе. Лайк, дизлайк, колокольчик. И до новых встреч. Пока-пока.